друзья мои всем привет добро пожаловать на мой канал я не знаю как так получилось это мое упущение что довольно давно на канале не выходили ролики о декоративной косметики сегодня будем исправлять я сначала хотела рассказать вам про свои фавориты ну там не осень и не лето просто фавориты на сегодня утром когда я делала макияж выбирала тональный крем который использовать я решила что все-таки я сниму ролик про самые свои любимые тональные средства такое видео безусловно будет очень полезно я постараюсь делать его обстоятельным по делу давайте приступать сегодня я вам покажу 5 средств которые я использую чаще всего два из которых в моем случае практически идеальный можно сказать потому что они идеально подходят и моему возрасту и моим запросам моим потребностям моему типу кожи а три другие они тоже хороши они тоже мне нравится с удовольствием их использую но они не лишены недостатков есть свои плюсы свои минусы как обычно и бывает я не буду им давать какую-то оценку в плане того что ставить их там на места первое второе пятое нет просто покажу вам все что сейчас использую чаще всего и что мне очень очень нравится итак первое я хочу вам показать тональный крем от tom ford есть у него для меня всего один недостаток это цена цена конечно у этой марки довольно высокая во всем остальном этот тональный крем полностью всем потребностям моей кожи и представлением о том как должен выглядеть идеальный моем случае тональный крем он отвечает плотность у этого крема средняя я бы даже сказала что ее можно варьировать от легкой к более плотной смотря чем вы будете наносить я как правило наношу его спонжем у него очень интересная текстура это что-то кремовое гелевое очень легко скользит по коже очень легко наносится мне очень нравится финиш он натуральный слегка подсвеченное лицо сильно не блестит но и матовости тоже нет вот то что идеально то что нужно в моем случае он очень стойкие в нем много ухаживающих компонентов в нем есть защита от от солнца он не подведет вообще ни при каких обстоятельствах и я носила его летом жару я носила его и зимой я никогда не чувствовала кого-то дискомфорта или еще чего-либо и самое главное как этот тональный крем выглядит на коже он ее реально облагораживает он делает ее холеной очень красивой вот этот такой приятный я не знаю как описать этот финиш финиш реально очень красивой кожи производитель говорит нам что можно наносить этот крем и на зону под глазами действительно никаких проблем нет в том плане что там забился тональный крем подчеркнул что-то лежит как-то сильно плотно нет ничего нет и действительно как легкий консилер под глаза его тоже можно использовать как видите у меня половина упаковки уже закончилась и не закончила я его или вернее не прикончила его еще до конца только потому что у меня много тональных средств и я не люблю использовать одно и то же даже если он мне продукт очень очень нравится следующий продукт который тоже очень люблю использовала и весну и лето и сейчас в принципе осень чуть-чуть у меня еще осталось и я тоже время от времени его использую это кушен от миша увлажняющий с spf 50 у него немного другой финиш он более влажный и знаете когда идеален он на лице когда ваша кожа уставшая вот в полном смысле этого слова такое случается конечно не тогда когда вы устали а допустим у вас обезвоженная кожа до или ну не за какие-то стрессы вы выглядите ну может быть не так хорошо как хотелось бы возможно вы давно не использовали пилинги и кожа ну не сияет что ли таким естественным каким-то здоровым сиянием вот тогда вот такие продукты просто выручает мне очень нравится как он смотрится на коже естественно вот этот эффект несколько атласный на на коже он сейчас очень актуален и очень молодит если можно так конечно сказать поэтому вот это тот продукт который я обязательно повторю еще раз есть еще один огромный плюс этого продукта что он как и многие корейские средства декоративной косметики имеется в составе очень много ухода и масла и растительные какие-то экстракты он действительно очень хорошо влияет на увлажненность кожи на общий на на такой вид ее и состояние конечно нужно понимать что никаким образом такие средства не исключает вашего ухода как вы за вашей кожей ухаживали так и нужно это делать и перед использованием тональных средств конечно же основа виде вашего ухаживающего крема она должна быть обязательно но все-таки это тоже влияет на в первую очередь на то что через пять часов допустим до сухая лик склонная к сухости кожи или возрастная кожа не будет выглядеть как сморщенное яблочко даже если у вас кожа жирная то с возрастом все равно на на каких-то участках становится суше и вот этот крем как раз хорошо поддерживает уровень увлажненности до того момента когда вы снимете вашу декоративную косметику следующее мое любимейшее тональное средство которое было для меня просто открытием не то что я не знала что такие существуют но вот когда я попробовала на себе я по ним поняла что это ну это практически идеальное для меня средство покупала я его на айхерп и заказала после видео диана суворовой как понимаете блогеры тоже зрители они тоже смотрят других блогеров и тоже возникает желание после хорошего обзора что-то себе новое приобрести так вот абсолютно не пожалела это классный тональный крем но это не просто тональный крем это средство 2 в одном это тональное средство плюс постепенный автозагар не надо путать это с теми автозагарами которые вот ну мы привыкли наверное и знаем что это что-то темное это возможно какие-то пятна не здесь как раз вот эффект загара который приобретается постепенно ну наверно где-то через три-четыре использования это такой легкий слегка намек на загар вот поверьте он еще никому не помешал уж тем более возрастной кожи когда чуть-чуть золотиночки когда вы добавляете вы выглядите более свежей наверное чем когда вы добавляете какие-то сильно холодные краски что ли на свое лицо туба здесь разделена на два отсека в одном находится как раз тот самый крем который слегка придает вам эффект загара а во втором собственно говоря сам крем здесь тоже два вот таких отверстия и когда вы нажимаете из двух отверстий поступает средство и потом вы просто все перемешивать я как всегда наплела тут я без этого не могу так вот этот крем выглядит шикарно на коже он дает легкое такое сияние кожи очень естественная освежающая и очень красивая я рассказываю про тональный крем как стихи читаю что касается покрытия то это среднее покрытие не сильно тонкая но не плотная вот ну идеально в моем случае очень красиво смотрится на коже это что кожа постепенно приобретает приобретает слегка такой загар то это только в плюс для меня просто в огромный плюс потому что даже зимой когда у вас кожи чуть-чуть слегка приобретает такой золотистый оттенок это здорово конечно же ваше лицо не становится настолько загорелым чтобы она отличалась от шеи скажем или от декольте но на шее тоже нужно немного нанести чтобы вот как бы это было равномерно для меня это тональный крем был абсолютным открытием и с его использованием возрастная кожа никак не страдает а наоборот выглядит только лучше то конечно же этот крем я с большим удовольствием использую он меня очень радует и вам я тоже советую ну что продолжая свой рассказ теперь тональный крем который меньше всего живет мои косметички купила его по моему недели две назад и вот он довольно спорный есть моменты которые мне очень нравятся есть которые не нравится это новая линейка новый тональный крем от dior это линейка backstage у них по моему 7 продуктов в этой линейке значит так что мне понравилось в этом тональном креме мне понравилась текстура она довольно легкая наносить можно несколько слоев я правда не пробовала от тонкого покрытия к более плотному покрытию соответственно нравится сама текстура крема она кремово опять же кремово гелевая немножко как прорезиненная не знаю насколько это не полезно для кожи но то что наносить его довольно легко и при этом накладывается он очень ровно это ну преимущество моем случае эта линейка создавалась как подиумная и предполагала что профессиональный маки это будет профессиональный макияж который можно использовать и в домашних условиях связи с этим он очень стойкий он реально стойки и это безусловно плюс я наверное не стала бы использовать его на каждый день потому что удаляя его я понимаю насколько он стойкий я удаляю его в два этапа так как у меня и так как я ресницы наращиваю я не использую гидрофильное масло да я не могу его использовать поэтому я сначала удаляю мицеллярной водой а потом уже сверху пенкой хорошо тщательно потому что этот крем сейчас будем переходить к минусам этот крем довольно сильно может проваливаться в поры это действительно так если не использовать основы и если у вас реально широкие поры то это может случиться но конечно не беда если вы тщательно очищаете кожу то никаких вас проблем не будет а если пренебрегать этим то этот тональный крем может их забить кстати есть еще несколько плюсов ну ладно раз уж я так как-то хаотично перешла к минусам давайте уже с ними закончим уже добью его до конца потом значит желательно хранить эту упаковку тонального крема вертикально потому что носик для меня такой довольно спорный и есть такая вероятность что вас может тональный крем вытекать это с ним происходит это конечно плохо сама упаковка конечно понятно что это dior и можно придираться что она пластмассовая но не забываем что эта линейка ориентирована именно ну такой подиумный профессиональный макияж и наверное думаю поэтому упаковка такая для меня минусом оказалось еще и то что этот тональный крем дает именно реально матовый финиш конечно же для многих это огромный плюс для меня если учесть что все-таки я в своем прекрасном воды в возрасте уже даю предпочтение более таким слегка подсвечивающим основам для меня это ну как бы не очень хорошо но если я буду использовать под него основу то в общем-то никаких проблем не будет в общем-то минусы это все еще раз повторю плюсы это конечно же то что он очень хорошо на коже держится он реально стойкий выглядит на коже он тоже хорошо он не плотный хотя при необходимости можно сделать два слоя у него очень приятная текстура которая очень хорошо распределяется это дает вам возможность избежать каких-то полосок или пятен еще один огромный плюс это количество оттенков их 40 для меня к абсолютно не было никакого труда подобрать для себя оттенок я конечно внизу под роликом напишу какой подошел моему цвету кожи для меня в этом креме больше плюсов чем минусов хотя минусы как видите тоже довольно очевидны я использую этот тональный крем для съемок видео в первую очередь если мне нужно вечером куда-то пойти мне нужен тональный крем который вот прям сто процентов никуда не денется с лица и который можно наслоить и тогда быть покрытие более плотное это вот как раз он ну и последний любимец который я вам покажу в этом ролике это биби крем миша и я о нем рассказывала в предыдущем видео если вы его не видели то конечно ссылочка и под видео здесь наверху будет посмотрите я там показывала как наносила его и как он выглядит а выглядит он просто шикарно в чем же уникальность этого продукта в первую очередь в том что это средство два в одном это не просто биби крем это еще и филлер это заполнитель это средство которое разглаживает вашу кожу если присмотреться то видно что помпа состоит из двух частей темная темная и светлая это как раз потому что там присутствует два продукта он выглядит на коже просто шикарно вот этот филлер это заполнитель мелких морщинок и даже глубоких в принципе морщинок это такая сияющая основа которая и визуально разглаживает вашу кожу и заполняет еще раз повторю морщинки у вас вы получаете более ровную кожу он отлично работает и на коже под глазами и мне просто ну очень нравится как он выглядит кожа сохраняет свою естественность что ли даже это живая кожа на ней нет вот такого слоя но при этом вот эти эффект преломления света эффект заполнения морщинок делает свое дело и ну я его люблю единственное я советую вам обращать внимание на тон в общем и целом если вы не примут беляночка если совсем не совсем светлокожая девушка или женщина лучше брать все-таки оттенок 23 чтобы ваша кожа не выглядела сильно бледной но и даже здесь в принципе если такое случилось тоже можно с просто сверху нанести бронзер наверное и как-то освежить придать даже не освежить а ну рельеф до лицу придать румянами и все будет отлично в этом креме также как и в предыдущем корейском продукте я вам показывала кушан в этом биби креме также много ухода этой пептиды увлажняющие компоненты и кстати защита хорошая от солнца и растительные экстракты как обычно корейские продукты они вот славятся именно тем что это не просто декоративные функции какие-то выполняет да но и ухаживать за кожей это огромный огромнейший плюс для возрастной кожи очень советую подобные продукты биби кремы наносить небольшое количество если кушан он все-таки более легкий то биби крем он плотнее и чтобы вы не ощущали что вас вы не будете видеть что у вас слишком что-то лишнее на коже потому что все равно он громоздко не смотрится но вы можете ощущать присутствие чего-то на лице да слишком много крема поэтому всегда используйте небольшое количество лучше уделите внимание тому чтобы равномерно все распределите про шею не забывайте ну что друзья на этом все я напоминаю вам что внизу под роликом я оставила вам ссылки я оставила вам правильное название этих продуктов и марок и тона все 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 прописал обязательно заглядывайте потому что такие вопросы всегда есть друзья конечно же не забывайте рассказывать о ваших любимых тональных средствах может быть вы мне посоветуете что-то попробовать интересное такие комментарии будут интересны конечно же не только мне но и всем зрителям кто посмотрит этот ролик возможно мы найдем для себя что-то интересное потому что я довольно часто делаю покупки вот именно по советам мои зрители и в большинстве случаев они очень и очень удачные кстати совсем недавно купила консилер которая рекомендовала мне одна из моих зрительниц и он мне очень понравился поэтому как понимаете польза не только вам но и мне не скупитесь на комментарии буду на этом с вами прощаться надеюсь что ролик был для вас полезен всего вам хорошего и до встречи на моем канале и и и и и и и Продолжение следует...